Самая престижная рекламная площадка в стране. Пожалуй, именно так теперь можно называть Верховную Раду. Все важные политические дискуссии проходят в соцсетях, телеэфирах, например, но не в парламенте. Законопроекты разрабатываются и даже утверждаются в диалоге с МВФ, на заседаниях так называемых национальных советов, например, надсовета реформ. Даже парламентские комитеты, в которых раньше теплилась, ну хоть какая-то законотворческая жизнь, в этом месяце практически не работали. А перед стартом пленарной недели вынуждены были рассматривать сразу десятки накопившихся законопроектов. При этом самих депутатов такая практика, похоже, не смущает. Большинство устроило на этой неделе своеобразное соревнование. Кто предложит самый громкий пиарный документ? Тему продолжит моя коллега Екатерина Лысенко. Их не было под куполом месяц. А чтобы депутаты могли спокойно приступить к работе, даже охрану парламента усилили. Ведь никто не знал, что тут напринимают и сколько будет недовольных. Но волнения были напрасны, удалось принять крайне мало. Каминовские реформы, земельную, пенсионную и медицинскую в радио обсудили только поверхностно, в кулуарах. До существенных задач не дошли. Ключевое вопрос, посмотрите на периодок денный. Никакого законопроекта, который бы относился к внесению изменений дополнений до податкового законодательства, у нас осталось до 1 червня, реально, несколько недель. На этом неделе должен был быть расследование следовательства. Программа действий уряда, в частности, и пенсионная реформа, и земельная реформа. Натомисть, коалиция и влада борются с тричками. Такие действительно резонансные законопроекты должен представить премьер в зале, чтобы они были скуплены. Он презентировал пенсионную реформу, он презентировал податковую реформу. И все ожидают, конечно, этих решений. И, конечно, есть сенс, очень большой сенс, перейти до ухваления таких вещей. Но вместо этого в Раде, что не вопрос, то маленький скандал и большой пиар. Неделю они начали с решением мандата радикала Артеменко. Вроде бы все по закону, но все признаются уж очень избирательно. И я против выбирковости. То есть, если человек сегодня имеет подвижное, подвижное гражданство, он должен тоже быть избавленным. Потому что не должно быть, что Артеменко, знаете, как просто ЦАП отбывала, за всех принял свою кару и теперь все могут вольно ходить. Кто имеет лишь гражданство Украины? Чудово, весь зал. Поэтому я возвращаюсь еще до ССБУ. Переверите каждого на наявность другого гражданства. После удачного голосования одно громкое решение сменили на другое. Сперва запретили Георгиевскую ленточку. Затем возглавили парад пиара фронтовики. И решили ввести санкции против Януковича и его окружения. Впрочем, этим постановлением парламент ничего не ввел бы, а только дал рекомендации СНБО. Я этого не понимаю, как глава парламенту. Коллеги, работаем, будем давать новый вариант. Это уже недобросовестный пиар. В этом списке есть люди, которые просто-напросто не нравятся авторам этой постановки. А че не хотят эти люди руками через Верховную Раду, за шляхом застосования санкций, отжать эти предприятия у этих людей? Вот чему вопрос возникает. Тем более, что автори этой постановки как раз на этом специализируются. Это закон про то, как относительно честным способом переделить всю властность, которая есть в Украине, и все рейдернуть под честным пригодом про то, что это борьба с рукой Кремля, снижением терроризма и так далее. К середине недели депутаты вошли в популистический раж, а скандалы только разгорались. К парламенту вышли сотни верующих, опасаясь инициатив все того же Народного фронта. В повестке дня было сразу два законопроекта, которые могли бы серьезно изменить правила церковной жизни. Но документы оказались настолько скандальными, что их решили от греха подальше отложить. На фракции мы приняли решение более детально розглянуть эти законопроекты, оскільки они резонансными и они могут привести до сборения среди общества. Эти законопроекты антицерковные, и мы считаем, что они антиукраинские. Этот хрупкий межконфессиональный мир, который соблюдается сейчас, будет нарушен. Я считаю, что политики не имеют права втручать в церковную деятельность. На этой неделе депутаты единожды отвлеклись от споров и пиара и приняли действительно важный документ. Отменили скандальный закон Савченко. Слава Богу, мы отменили закон Савченко, который по дурости на том пафосе, который был, когда она только пришла из российской тюрьмы, мы приняли. Вчера мы отменили. Вот, может быть, это, как на меня, было главным, что мы приняли за этот неделю. Эта неделя показала не только то, что депутаты охотно голосуют за документы, которые информационно выгодны, но и то, что голосов на более глобальные документы нет. Попытки хотя бы дать старт реформе медицины провалились. Законы очень серьезные. Министерство охраны здоровья этими законами пропонует такие очень небезопасные вещи. Они пропонуют финансировать от государства только невыкладную медицину, семейную медицину и паллиатив. Если с медицинской реформой можно какое-то время потянуть, а даже не требования МВФ, то с пенсионной вряд ли удастся. Там есть четкие дедлайны. Документ уже презентовал премьер. Депутаты коалиции ход законопроекта и в глаза не видели, но уже готовятся их защищать. Вносить альтернативу – это фактически противостоять себя уряду. Мы не хотели бы это сделать, мы хотели бы сделать все так, чтобы это была единственная позиция в унисон уряду и депутатов большинства. Это законопроект, который предлагает уряд украинскому парламенту хвалить. Это означает скасовать пенсионную реформу имени Януковича, Зарова и Тягибка. И, по сути, мы переходим за новыми правилами на рахование пенсии. Но только силами коалиции, ввиду ее фактического отсутствия, ничего не примешь. Поэтому вполне ожидаемо, что за многие реформы голоса придется не только занимать, но и покупать. Они завжди давали голосы, я говорю про радикальную партию, на поддержку тех или иных важных для право-владной большинства законопроектов. Это маленькая архитектурная форма, киоск, который находится посередине парламента, который занимается только одним задачем – заработать на каждом голосовании. Я не перебольшу. Он, Олег Валерьевич, седает на встрече с Порубьем, и шимирниками фракции, и первая реплика, которая звучит, это сколько? За это будет заплачено. Радикальная партия настолько радикальна, что ее телодвижение никому не понятно. Поэтому, скорее, как говорил Олег Валерьевич, небо упадет на землю, чем он проголосует за бюджет, но потом он голосует. Вполне возможно, что такую последовательность он сохранит и сейчас. При принятии бюджета они отримывали певные преференции для тех структур, которые находятся под их патронатом или впливом. Это конкретные суммы десятки миллионов гривен. О пенсионной реформе на закате рабочей недели депутатам рассказывал и премьер. Но зарегистрируют документ только после обсуждения на Совете реформ. И, очевидно, документ, как и бюджет, будут принимать в последние дни перед каникулами. Когда исправлять ошибки просто времени не хватит, но голоса можно будет продать подороже.